Привет всем генералам и группе, с вами Фёстван и это очередное видео посвященное игре Пекла ВКонтакте. Итак, друзья, нам остается 22 часа и 24 минуты до конца ивента, а у нас по-прежнему осталось одно невыполненное задание. Давайте поторопимся. Так, возмездие. Проклятие, пока мы сражались с роботами, Кригеру удалось бежать. Сейчас он и его гвардия готовятся покинуть систему. Если мы не перехватим его в космопорту, он заляжет на дно в одной из ближайших колоний и на его розыск уйдет много лет. Нужно торопиться. Все необходимые данные я уже собрал и теперь остается только попробовать пройти эту миссию. Я вот стопроцентно уверен, что своими войсками я ее не пройду. Мне придется, наверное, использовать каких-то наемников. Но, тем не менее, хотелось бы проверить именно, насколько я ее не пройду, чтобы примерно рассчитать все-таки, какие наемники нужны, какие не нужны. И из меня, конечно, еще тот стратег, но хотя бы какое-то общее представление о миссии я смогу получить только после того, как хотя бы раз попробую ее пройти своими силами. Там уже будет ясно, чуть-чуть мне не хватает своих сил или нужно выкладываться по полной. Сейчас, конечно, не буду жалеть боекомплект, буду бить, бить не щадя, потому что все-таки в случае поражения боекомплект у нас не потратится. Итак, куча врагов, дезинтеграторы 35 уровня, которые наносят 1053 урона способностью разряд, отступники, хохотуны. Причем много хохотунов в этой миссии неплохо бы справились просвещенные, но они у меня, к сожалению, еще слабо развиты. Итак, кто у нас пойдет в бой? Ну, давайте по классике. Первым слоем пойдут патриархи. Можно, наверное, и здесь патриарха зарядить. Можно было бы, да нельзя. Всего лишь два патриарха можно использовать. Ну, ладно, здесь тогда у нас пойдут чемпионы, чемпионы и еще раз чемпионы. Что дальше? Дальше, дальше опять пойдут чемпионы. Ну, где, по-моему, вот эти войска раньше вступают в ближний бой, поэтому здесь отправим чемпионов. Ну, и, наверное, где-нибудь здесь, на низу. Так, а уже и нету, да? Так, даже не знаю, штурмовиков, что ли, отправлять в бой? Они, конечно, слабоваты. Можно и послушников. У них 57 дальний, но двойной урон. Хотя кислотные патроны вином, которые наносят 162 урона, тоже неплохо. Да, к тому же способность гранатомет. Ладно, все-таки сделаю ставку на штурмовиков. В любом случае, мои войска не справятся. Так, еще один отряд штурмовиков здесь. Еще один здесь. Здесь у нас пойдет Скарлетт и здесь пойдет Эрик. Ну что ж, пробуем. Давайте попробуем с самого начала поддамажить маленько центр. Ох ты, неправильно начал. Надо же было чуть-чуть по-другому. Да и орбитальный мог дать чуть повыше. Может быть, тех бы двоих задел. Все-таки орбитальный удар, по-моему, ударился не во время действия гравибомбы. Вот в чем большой мой минус был сейчас. Да и щитнип, наверное, надо было маленько приберечь. Наших ребят тут сносят за здрасте. Еще даже не пошли мутанты, а мы уже трещим по швам. Давайте там мину какую-нибудь кинем. В стимуляторах особого смысла нету. Ну вот и все. Наши войска уже мертвы. Это даже противники. Я почему-то принял их за своих. Глупо, конечно. Ну ладно, я даже не знаю. Очень-очень все тут, конечно, выглядело тяжко. Я даже не знаю. Туда, наверное, надо целую тучу наемников слить. Ну, одеваться-то некуда. Давайте пробовать. Единственное, что надо как-то пробовать так, чтобы сразу получилось пройти эту миссию. То есть придется, наверное, перестраховаться и отправить целую тьму наемников. Итак, кто у нас вообще есть? Так, ну это вообще никуда не годится. Калаханский инквизитор. Так, повелители есть. 1100 хп, 100 ближний, 140 дальний. К тому же у них есть персональные дроиды, которые хорошо помогают в ближнем бою. Да, ребят, придется вас отправлять в бой. Повелитель, еще раз повелитель. Ну, вот и все. Могли бы, конечно, СПУ Криус где-нибудь отправить. Так, кто теперь пойдет? Так, ну, у нас выбор-то не богатый. Из тяжелой пехоты у нас из элитки есть только центурианцы. А, нет, у нас есть центурианцы и есть отряд зеро. Оба 35 уровня. У обоих одинаковый показатель ближней атаки, а там атака будет в основном ближняя. Ну, центурианцы, наверное, как-то более подходят на роль бойцов ближнего боя. Ладно, центурианцы, не зря же вас нам дали. Наверное, как раз для этой миссии. Отправим еще отряд центурианцев здесь и еще один отряд пойдет отсюда. Так, что дальше? Ну, давайте здесь отправим один отряд зеро. Они неплохо бьют по площади. Есть у нас два вида амебиусов. 35-го, один отряд и 10 отрядов 30-го уровня. Что ж, давайте здесь отправим один отряд 35-го. Ну, а здесь, наверное, уже 30-точку. Можем, конечно, и космоболков отправить. Газовые гранаты периодически стреляет. Та-та, 270 урона, кинетический щит. Тоже неплохо. Ну, давайте, наверное, приберегу. Думаю, амебиусы должны справиться без поддержки. К тому же, они молодцы, что взрываются, когда погибают. А тут все-таки будет много ближнего боя. Ну, а здесь пойдет Эрик. Ну, что ж, в бой. Теперь постараемся как надо. Постараемся использовать наш боекомплект максимально с пользой. Элитки тут, конечно, немерено, поэтому, если что-то пойдет не так, мы будем много раз переигрывать, пока не добьемся успеха. Но я думаю, с таким большим количеством потраченных войск мы должны справиться. Так, ладно, ребята, кого бить? Вроде вот везде все, и вроде везде так мало врагов. Так, подходит амебиуса. Давайте, ребята. Пошла вторая волна врагов, а вот наши амебиусы, к сожалению, слишком близко подошли к дезинтеграторам. Ребят, кому щиты дать? Вот, отряду Зеро. Пускай бьется. Эрик там, помогай ребятам. Скарлетт вовсю расстреливает врагов издалека. Но, кажется, нас ничего не спасает. Не, я не могу этого оставить просто так. Мы вроде столько боекомплекта, столько войск потратили, и ничего нам не помогло. Может быть, использование амебиусов был не лучший вариант? Ну, давайте переигрывать, ничего не остается. Ну, что ж, я запустил заново, сейчас все понесется. Давайте вот вообще подумаем. Может быть, мины как-то сразу заранее раскидывать в центр, как-то более активно использовать боекомплект. Ну, и, конечно, более правильно, не знаю, может быть, чаще закидывать врагов. Может быть, наоборот, выжидать нужного момента. Хотя, трудно, конечно, тут понять, где именно нужный момент. Вообще, конечно, знаете, у многих вот где-то там были проблемы, когда они раскидывали врагов в центре и подходили к дезинтеграторам. А у нас горе в том, что мы потерпели поражение еще даже до того, как подошли к вот этим врагам на севере, к дезинтеграторам. Так что, все очень плачевно. Я боюсь, что никакие силы не помогут моим войскам справиться. Но пробовать, тем не менее, придется. Так, мины расставляем сразу. Так, повелители, давайте вам, ребята, аптечки. Что тут еще? Кого-нибудь вот так, кого-нибудь вот так, кого-нибудь вот так. Главное, ребят, выживайте. Вы нам нужны. Моих повелителей уничтожают просто, не щадят. Чуть-чуть остается до отката грави-бомбы. Так, постоянно забываю скидывать мины. Да что ж такое, мы совсем не справляемся. Ничего нам не помогает. Да, ну, понятное дело, остался один боец, он никак не справится. Что ж, ребята, меня это пугает. Похоже, мы слили кучу элитки и ничего у нас не получилось. Ну, буду пробовать дальше. Ну, что ж, ребята, снова пробуем. На этот раз я решил прибегнуть к небольшой хитрости. Я много раз, уже очень много раз переигрывал эту миссию. Ничего особо хорошего не получалось. Максимум, чего я добился, это перебил всех врагов, которые появлялись в центре. И с небольшой группой солдат отправился на дезинтеграторов, но войск оказалось слишком мало. И сейчас я решил использовать хитрость, замедлить время. Может быть, это мне поможет. Раньше помогало, но я думаю, вряд ли. Уж как-то слишком неравны силы. Так, давайте сразу куда-нибудь мину определим. Решил я, что в этот раз попробую максимально помогать низу. Здесь все-таки вот эти ребята за родину мать и повелители, и будут другие силы. Так, давайте сюда гравибомбу ударим, раз туда летит орбитальный. Хотя бы вот этих парочку солдат накроем. Поможем верху. Чуть-чуть. За родину мать, живи. Так, вы, ребята, давайте вам дадим адреналины. Лучше бейтесь в ближнем бою. Лучше защищайтесь от дальних атак. Так, вроде низ теперь неплохо помогает огнем другим веткам. Но скоро уже пойдут мутанты, и вот с ними справляться будет нам тяжко, конечно. Так, как бы дать адреналин в основном только повелителям. Эх, 7 секунд до счета. Ребят, живите. Живите, мои повелители, не умирайте. Вот, хотите я вам чем могу, тем помогу. Боевых дроидов запущу. Ну, справляйтесь. Я вот, знаете, проходя эту миссию, все лучше чувствую, что вот слишком поздно я начал играть в пекло. Надо было чуть-чуть пораньше, чтобы открыть побольше технологий, поучаствовать в большем количестве ивентов, и получше успеть прокачать даже свой боекомплект и другие вещи. И, кстати, перед этой миссией мне бы очень помогло, если бы я прошел уже окончательно Пандору. Я там собрал все технологии, кроме, наверное, как раз самой лучшей, той, что увеличивает силу орбитального удара. Я думаю, орбитальный удар тут бы неплохо помог. И даже есть такой интересный вопрос, вот, по игровой механике. Вот, мой личный орбитальный удар, да, я могу его прокачать, участвуя на гекате, и тот орбитальный удар, который здесь дается за данные, они одинакового уровня. То есть, если я улучшу свой орбитальный удар, то улучшится автоматический орбитальный удар, который мне дают за поддержку данными, в общем, не знаю. Так, ребята, давайте, бейте врагов. Вроде пока что вы справляетесь. Я вам чем могу, конечно, помогаю. Но вы справляетесь только в центре, а там еще целая толпа дезинтеграторов, и с ними уже некому сражаться. А у нас осталось три последних война. Что они могут втроем? Да, наверное, ничего. Мы даже центры в этот раз не пройдем. Как ни странно, без замедления времени я добивался лучших результатов. Ну что ж, друзья, я не знаю, я признаю свое поражение. Сколько уже можно перетасовывать этот бой и так, и этак. Ну, я могу добиться чуть лучших результатов, но пройти миссию теми отрядами, которые я выбрал, не могу. И в итоге мы потеряли целую тучу элитки. Возможно, надо было как-то лучше делать свой выбор. Допустим, практика, не знаю, мне, по-моему, показала, что отряд Zero как-то, по-моему, справляется куда лучше с врагами, чем те же самые волки, которых я отправил. Точнее, чем центурианцы. Хотя, казалось бы, центурианцы как раз созданы для ближнего боя. У них тут и щиты, и прочие вещи. Может быть, стоило одну машину вар поставить. Тоже как неплохой вариант. Возможно, стоило СПУ Криус ввести на поле боя. Хотя, я думаю, нет. Думаю, там все-таки много врагов, даже те же самые мутанты, которых они не успели бы уничтожить. Все-таки они были хороши когда-то, а сейчас, думаю, нет. И мне даже как-то жалко пробовать переигрывать эту миссию. Почему-то мне кажется, что ничего мне не поможет, никакие силы из тех, что имеются в моем арсенале. С другой стороны, ребят, если подумать, ну, кто у нас есть? У нас есть волки, да? У нас есть волки. Я тут маленько путался в терминах. Центурианцев почему-то попутал с волками. Но волки, они, наверное, будут получше все-таки амебиусов. Давайте вот посмотрим, теперь более детально разберем все-таки, где ошибки. Волки, во-первых, 35-го уровня. Они как амебиусы 30-го. Я почему-то думал, что, ну, элитка все-таки. Все-таки элитка, хоть и 30-й, но должны справиться. А, ну, у волков что? У них есть газовые гранаты, 270 урона по площади. Это же неплохо. Кинетический щит поглощает 317 урона. Тоже, по-моему, хорошо. Что есть у них еще? Наши повелители 30-го уровня. Вместо них мы можем отправить сурьянских тигров. Можем... Они наносят целых 310 урона по площади. Тоже неплохо. Ремонтный модуль, который поможет им прожить чуть-точку дольше. Вот единственное, что я думаю, Центурианцы все-таки или Отряд Зеро. У обоих атака ближняя одинаковая. Центурианцев чуть-чуть больше ХП. Есть модуль энергощита. 50 защиты от дальних атак. Мастерское владение холодным оружием в ближнем бою. Ближний бой в этой миссии дорогого. Стоит. Фатальный выстрел. Особый выстрел из импульсной штурмовой винтовки. 200 урона и на время обездвиживает противника. Ну, с другой стороны, у Отряда Зеро много способностей, которые наносят дамаг и наносят дамаг по площади. А врагов там много. У него практически все атаки по площади. Ну... Верный выстрел. 135 урона. Так, наверное, все-таки Отряд Зеро. Ну, ладно, давайте пойдем ва-банк. Можете потом меня гнать поганой метлой, если я не справлюсь. Но это, знаете, уже как... Как какой-то азарт. Смогу, не смогу. Не смогу, ну... Не смогу плохо. Не будем говорить. Ну, ладно, все-таки. Не будем ни с чем мириться. Но давайте, идем ва-банк. Так, кстати, вот эти ребята, красные жнецы. Жаль, что не показывают другие характеристики. Сколько у них атаки, сколько у них защиты. Итак, здесь, на низу, пойдут сурьянские тигры. Они вроде как подольше к месту боя подтягиваются. И также... Здесь послать? Или все-таки здесь, поближе к низу? Ну, давайте еще сурьянские тигры пойдут здесь. На других позициях. Или все-таки отсюда пустить? Вроде маленько подальше. Чтобы не сразу в бой шли. Они все-таки лучше в дальние. Чтобы они стреляли из-за спины. Или, может быть, их даже вторым слоем отправить. Да, наверное, так было бы правильнее. Так, ну давайте тогда начнем с тяжелых. Итак, где там кто у нас? Хотя в тяжелых у нас отряд зерои. Что они сделают в ближнем бою, сразу подойдя к врагу? Все-таки, чтобы использовать свои способности, им, наверное, надо где-то быть в отдалении. Ну, ладно, будем рисковать. Все же они мне как-то понравились, что ли. Итак, простите отряды зеро, но вам придется танковать в этой миссии. Хотя центурианцев, с другой стороны, так много, что их и тратить не сильно жалко. Так, давайте, смотрите, какие самые дальние у нас локации. Это, наверное, вот это. Возможно, вот это. Здесь враги быстрее, наверное, вступят в ближний бой, поэтому здесь отправим все же центурианцев. Так, ну вот у нас есть три отряда зеро, три центурианца. Потом здесь у нас пойдут цурианские тигры. И также тигры пойдут отсюда. Или все-таки отсюда. Нет, все же с левой стороны отправим тигров. Здесь у нас пойдут элитные космоволки. И здесь... Ну, не хотелось бы там наверху. И вот здесь еще пойдут у нас космоволки. Это точно. Так, и один космоволк пойдет отсюда. У нас получается, сейчас мы можем отправить еще один отряд легкой пехоты. Ну, кто амебиусы 30-го уровня? Что они дадут? 600 хп, 75 ближний. 75 ближний. Жаль, у нас нет прокачанных послушников. Ну, наши штурмовики тут вообще никуда не сгодятся. 81 дальний, это, конечно, хорошо. Ну, жилье поболее будет. Ладно, придется использовать этих слабых амебиусов. Может быть, свиней сколько? 300 урона. Сгорят и толку особого не будет. Ну, и напоследок, здесь наверху пойдет Скарлетт, а вот здесь, на низу, еще один отряд амебиусов. Так, и у нас еще один слот остался, о котором мы совсем забыли. Просто сбил все наши карты. Все наши расчеты и, скажем, правильнее будет сказать, просчеты. Ну, допустим, здесь у нас пойдет один отряд центурианцев. Тогда кого отправлять здесь? От Эрика толку, как с козла молока? Давайте тогда здесь пойдут сразу амебиусы. А потом уже то, что более жаль будет терять. Ну, что ж, вот такими образом, наверное, мы распределили наши силы. Не знаю, может быть, это полный бред отправлять в первых рядах отряда Zero. Может быть, лучше все-таки было использовать центурианцев. Они все-таки вроде как для ближней. Но, мне кажется, без отряда Zero нам тут не затащить. Ох, ребята, не знаю, нелегко мне дается это решение. Ладно, давайте, парни, сожалеть будем потом. Ну, все, поехали. Понеслась. Так, сразу куда-нибудь мины выкинем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Кто вам адреналин? Точнее, похоже, тебе одному мы кинули толку. Ты все равно быстро умрешь. Здесь пойдут скоробеи. Даже, наверное, орбитальные используем. Сюда мину. Давайте, ребят, справляйтесь. Закидывайте врагов издалека. Крепитесь, пока к вам подойдут наши дальнобойные тигры. Здесь у нас на правой стороне все совсем плохо. Продолжение следует... Так, ну как вы тут, ребята, справляетесь хоть чуть-чуть? Пока что вроде результат намного лучше, чем раньше. Так, кого защищать? Так, кажется, результат уже неплохой. По крайней мере, я уже вижу перевес в нашу пользу. Все-таки слабых наемников я использовал в первый раз, но... Все же было такое ощущение, что это же элита. Элита 30-го уровня. Пускай не 35-го, но должна справиться. Не ожидал я, что настолько сложной будет эта последняя миссия. И мне жалко потерянных бойцов. Все-таки, как ни крути, они были сильнее моих настоящих войск. Так, придержать орбитальный удар на борьбу с дезинтеграторами, чтобы хоть на какое-то время их остановить, когда наши войска будут к ним подходить. Не знаю, наверное, это будет правильным решением. С этими будем справляться так, как есть. Ну что, ребят, помочь вам авиаударом? Не, наверное, начнем уже защищать сектор здесь. Так, давайте вам дадим сейчас адреналин, чтобы вас защитить. Используем орбитальный. Гравибомба. Давайте, ребят, я уверен, вы сейчас прорветесь и все уничтожите. Вас много и вы в тельняшках. Со всеми справиться не успеют. Да, ребят, это победа, но она тяжело нам далось. Много элиты было потрачено. Так, появляется у нас щит нимб, отлично. Еще больше воинов спасем, но это все уже и не важно. Остался последний дезинтегратор. В общем, полные пустяки. Отлично, друзья, это победа. Получаем 7 звезд победы, забираем награду. И теперь пришло, наверное... Ох ты, нам дали даже медаль конфедерации. Замечательно. И теперь, наверное, пришло самое время отправиться в арсенал и что-нибудь себе прикупить на вырученные средства. Итак, я долго, знаете, как-то думал, вербовочные пункты, невербовочные пункты. Все-таки хорошая технология. Ну как хорошая? Она все-таки в бою нам не поможет. И я бы сказал, что рекрутов мне хватает. Вот сейчас я только чувствую, что не хватает периодически культа машин, потому что я использую и тяжелую, и ударную пехоту. Но все же скоро появятся прокачанные войска Братства Высших. И тем более вербовочные пункты очень помогают, которые тоже можно прокачать и получать больше наемников, больше рекрутов. Так что, думаю, прикупим что-то другое. Ну, для начала все-таки оружейный магазин. Это нам точно пригодится. Нам сейчас нужно много жителей, чтобы добить до 1550 и продолжать улучшение Братства Высших. Что еще? У нас остается 10 звезд. Амебиусы 35 уровня. 10 звезд. Боевые стимуляторы, мины. Можно, конечно, и амебиусов. Потратить на них 6 звезд. Или как? Смотрите, 3, 6. Вот как раз 10 звезд у нас. Спецназ конфедерации. 900 хп. Дробовик. Ну, что-то не то. Даже какая-то способность слабенькая. 85 урона и оглушает цель. Давайте, наверное, сделаем так. Мы купим стимуляторы. Все-таки это прокачает их уровень. Купим мины. Тоже прокачав их уровень. И купим 10 отрядов амебиусов. Вот мы полностью потратили наши средства и прикупились неплохо. Теперь у нас есть новый предмет антуража. Давайте посмотрим. Не знаю, сможем ли мы его сейчас где-нибудь возвести. У меня сейчас не так много свободного места. Все, жду. Технологии мы уже, кстати, набрали. Спасибо всем, кто отправлял. Технологии теперь имеются. Данные теперь имеются. Единственное, что не хватает ресурсов. 4200 металла и 2600 кристаллов. Ну, думаю, в скором времени накопим и будем осваивать новые земли. Нам они очень пригодятся, чтобы набрать жителей и разместить множество построек. И хотя бы как-то все правильно распределить, чтобы все было красиво и аккуратно. Кстати, вот и монумент RG Games я могу теперь построить. Его мне тоже некуда ставить. В общем, жителей в будущем маленько я накоплю. А там, что не хватит, наверное, домами смогу добить. Вот он, наш оружейный магазин. Сможем мы его куда-нибудь воткнуть? Ну, может быть, если бы что-то куда-то пораскидывали и смогли бы. Но, наверное, все-таки что-то пришлось бы сносить. Так что пока что мы с этим делом повременим. А вот когда откроем новую технологию, тогда станем выставлять новые предметы антуража. Ну, а у меня на этом все. С вами был 1ST1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока.